так ребят всем привет находимся около у мвд по матищицкому району сегодня здесь с нами антон павел еще чуть-чуть там уже сначала выполнить я не должен вам напоминать скажите пожалуйста все заявители скажите пожалуйста что вы делаете что вы делаете задержите его пожалуйста телефон кто-то роняет толкает у дорогого телефон кто-то выронил конечно конечно куда вы задержите вы гражданина который телефон отойдите пожалуйста за руку руку зачем это такое не понял полковник иди выполни свои обязанности задержи человека я тебе говорю что ты сидишь без действий ты видел что он мне руку зажал если я тебя не уважаю я должен разговаривать с тобой на ты как меня учили а что если он на ты сказал все они имеют никакие права что ли или что каким-то регламентом это прописано у вас или вы что вы действовать не будете а зачем вы на это внимание так цитируете причем здесь это как-то вы со мной видите на вырус говорите почему гражданин со мной тыкать ну он так захотел ну какая причина от этого я такой же гражданин нет вы не гражданин вы когда снимете тогда будете гражданин а сейчас вы не гражданин ну как я должен написать ну как я должен написать ты для меня вот спрашиваешь ты представился ты полицейский вообще ну ты же меня спрашиваешь фамилию кто меня спрашивает нет так вы хотите сюда зайти вот ты мне обратился хорошо мы можем зайти да или нет да да ну еще вы можете все скрывать нет ну давайте я должен записать вас в книгу как бы положено что-то представься сам с тобой давайте мы на ты переходим вот с тобой на ты буду я еще третий раз третий раз ты не имеешь права вот была бы моя воля я тебе в рыло бы дал ну вот это будет если бы ты не представился бы мне если бы ты представился бы мне я бы знал что ты полицейский для меня это не полицейский сейчас угроза будет мы не согласны то что сейчас мы можем принять в отношении наукциональных да примите а если не примите мы примем 19.30 ну принимайте а кто ты есть не ты а вы что я вам еще раз говорю вижу передо мной возможность двухглобlong подождите секунду подождите подождите Александр Борис то я вижу невозможно не увешивайтесь они сами между собой ведут диалог мы сейчас с вами вмешаемся и скандал давайте Я молчу, и вы помолчите, пожалуйста, я молчу, ну и что, Господи, к вам не обращаются, давайте помолчим Выполните, пожалуйста, как положено, 105-й, пункт 4-й Скажите, пожалуйста, как вам вопрос? Он дурак, что ли? Вопрос у него, дурак или нет? Скажите, пожалуйста, вы можете представить? Ну, если он реальность путает, то вполне возможно, есть это зрение Вы почему меня оскорбляетесь? Подождите секундочку, представьтесь, вы можете? Конечно, вы пришли на угол Тебя не учат Я тебя оскорблял? То есть у вас есть какая-то нравственность? Нет, в отношении тебя у меня нет никакой нравственности Я презрением на тебя смотрю А у меня в отношении вас есть? Иди, скажи дежурному, что мне нужны все заявления И на тебя, и на вот этого тоже, рядом, который стоит И на того, который мне сломал... Я сейчас сообщу дежурному... Иди, сообщай Иди Еще раз можно ваше фамилии? Дорого Дорого В отличие от тебя у меня есть опознавательные знаки Ты съемку ведешь Ребята, в общем, не успели мы... Не успел даже рассказать вам комментарии, да, что мы сегодня делаем Как видите, прошел какой-то гражданин Выбил у Дорого телефон То есть я услышал как раз Повернулся на звук падающего телефона, да, но... И полицейские почему-то его не остановили То есть не узнали хотя бы его фамилию, имя, да... Подозреваю, что он может просто сейчас испариться, да, и в итоге Вот этот потрескавшийся телефон Так и останется безнаказанным То есть точнее его действие Конечно, это полицейские Конечно, в оперской лейте будет Ну иди, ну что он так ведет? Что за снято? Ну что? Я понимаю, он мерзко ведет, а вы почему его поддерживаете? Ну что сделал? Если вы главный тут? Что сделал? Зажал мне пальцы, блин, между этими и сломал Ну, маникюр 5 тысяч рублей Телефон-то я разбил Телефон-то? Ну... Ну, только купил, блин Александр Борисович, сейчас выйдет на вас бежон Думаю, все знают Антона Ядрова, да, Который подвергся, ну как, по моему мнению, пыткам, да, со стороны полицейских Потому что такое издевательство, ну, не знаю, конечно, я видел, да, в интернете подобное видео Но в живую лицезреть это было, ну, блин, я был в шоке просто Так что сегодня, я так понимаю, Антон, кто этот сигналит? Без ремня зафиксируй, без ремня Что там? А, без ремня кто-то ездит, да? Антон, а можешь дать комментарии, для чего ты сюда пришел? Ну, собственно, это основное управление мытища МВД Хотелось понять, что они думают о своих сотрудниках В данном случае, какие действия были предприняты в рамках всего того беспредела Который творился 16 февраля и в последующие дни То есть у нас есть оправдательное, в данном случае у меня есть оправдательное судебное решение Которое говорит о том, что сотрудники чинили беспредел И задерживали, ну, в общем, незаконное задержание было И главная суть, что было похищение После задержания у меня в 2.30 закончилось 48 часов законных Которые могли сотрудники меня содержать По протоколу А дальше 6 часов я отсутствовал до суда То есть меня возили в лес, возили по Амкаду, возили по Пироговскому водохранилищу То есть круги нарезали Вот три сотрудника здесь есть Видите, это Ануфриев Вот здесь внизу, справа Кузнецов, участковый И Шабалаков Шабалаков был водителем, он говорил, что Я забыл дорогу, что-то они хихикали, шутили, смеялись То есть забыли дорогу и поэтому так долго везли до суда Да, да, там дорога километр занимает То есть, видите, ребята, они специально оттягивали время, да То есть, чтобы их коллеги подготовились к приезду Они постоянно ждали звонка, звонили И им говорили, что нет, пока рано И вот спустя там где-то 4,5 часа после наших катаний Вступил звонок, им сказали, что можно ехать Мы с мигалками летели больше 140 сиреной То есть это неотложное служебное задание То есть ты хочешь вот этот случай показать всем людям, да То есть, чтобы, ну, такое впредь не повторялось или как? На самом деле, благодарен паспортистке Моховой подполконницы Если бы не вся эта ситуация и не было бы вот этого прецедента Нас если бы не задержали с Павлом, то ничего бы не было Нам бы не написали кучу писем о всех отделах Мохища, особенно о третьем Нам бы не рассказали, что здесь творится с полицейскими Как люди по беспределу закрывают, забирают На самом деле, в третьем отделе нет мест содержания Это складские помещения по проверке московской хельсинской группы Но нас одержали с Павлом там, не давали ни еды, ни воды В туалет пускали несколько раз По большой просьбе, как и одолжение Да, вот как раз, ребята, о чем я и говорю То есть мы осветили вот эту проблему мотичинского отдела, да И сразу начали поступать звонки, то есть комментарии от людей, которые с такими же встречались в этом отделе, да Да, то есть даже я слышал о том, что там берут взятки То есть, ну, я пока что не проверял эту информацию Но доходили слухи, что пять тысяч на днях кому-то там занесли Так что, ребята... Будет видео по этому поводу, просто человек сейчас не в безопасности Я его адвокат, так, подождите-ка, граждане Я его адвокат, в адвокат не пускай Решайте меня право... Чего это вы за ползники придумали? Это свидетели, которых я с тобой придумал Антон, как ты думаешь, это регламент есть такой вообще? Ну, регламент у нас здесь один Распоряжение руководства, которому они подчиняются Говорят, что не запускать или запускать по одному Вы мои свидетели, вы сами что-то придумывали Реклама, Владимир Владимирович, а есть такой регламент, чтобы вот так по одному впускать? Или решать, кого пустить, кого нет? Нет, конечно А с чего они так борзеют? Ну, это... Тут у них, наверное, свои порядки, я так понимаю Ну, я это представляю, как будто я у них деньги занял А потом решаю, давать им или нет Говорят, дайте, пожалуйста Чё? Подойдите поближе, сети на стороне Так, ну что вы здесь стоите? Вы... Вы адвоката пускаете или нет? Почему? Вы адвоката не пропускаете, да? Я не имею права... Моё решение... То есть вы лишаете ему услуги, да? Вы сидите, кстати Почему я? Я неấc… Причёп portion Mann Do. Подоз班 Голос Голос Романы Голос Я официально говорю, я сейчас хочу пройти, написать заявление. Вы меня пропускаете? Конечно, Александр Ильич. Открывайте. Сейчас я говорю дружоком, а он вызовет человека. У меня таких поворотчиков. Давайте я жду. Давайте я жду. Давайте ждать. А кто будет знать? Не знаю. Наверное будет. Я-то не могу знать. Не можете. Ну хорошо, я жду. Давайте время засечем. Давайте. Вы доказываете? Время 16 часов 30 минут ровно. Пойдите? Пожалуйста. Пойдем. Пойдем. Адвокат? Адвокат? Адвокат. Адвокат. Так, вон. Еще подъехали корреспонденты. Начальник идет. Начальник идет. Домбукова. Сейчас снимем. Выпусти гражданина. Открой. Слушай, они бухи обоих. Смотри, смотри. Они еле не знаю как держатся. Может быть, да, Олег. Наверное да. не пускают, а полиция многие новости считаются, едят, да нажми, мы коллеги ну что тебе нравится ну представьтесь мне, пожалуйста сделайте одолжение все выгнали, все вы хотели заявление-то может быть, да да пускаю, пускаю, здесь свой закон здесь другой закон, понимаете скажите, пожалуйста, почему мы сейчас были в министерстве и в управлении вашем по Московской области и нас встречали с теплыми словами ну потому что мы же жаловались на них они не друзья мы я вам сказал, что здесь прием будет другой а вы не хотели адекватные работы в центре дебилов понабирали ну, ваши хотелки держите при себе ну, что вы видите Александр, что было-то? гражданам гражданам иностранным гражданам и даже негодяям мы всегда готовы помочь тогда помоги своим коллегам иди Шишкановым ему сейчас юристы уже помочь Евгения, наверное, сама разберется нет, вы без вас зачем препятствуете препятствуете в принципе, вы имеете право на неограниченное количество защиты так что любой здесь готов вам помогать да любую здесь вам готов путь помогите мне, пожалуйста, пройти за территорию конечно поможем конечно можно конечно можно а чего ж нельзя пойдемте открывайте дверку под кирпичик под кирпичик под кирпичик лишение прав сейчас будет ребят что вы помогаете под кирпич проезжать полицейский правонарушение то что совершено полиция помогите если я буду кричать мусора вы наверняка прибежите правильно а им какая разница мусоровозы здесь они же откликаются иногда бывают да нет это полицейские ребята я говорю я повернулся к ребятам дуракам почему ты меня оскорбляешь я говорю из трех только ты откликнулся он не пояснил потому что ничего не заставляет их исправляться вообще то что скандал на уровне министерства сейчас идет на уровне всей страны их не заставляет меняться вообще я чувствую себя безнаказанными я подозреваю им на это все таки с министерства дали добро мочить не заставляет они же не настолько самостоятельны скажите пожалуйста вам не из министерства дали команду так себя вести с нами вы ко мне обращались ко мне точно потому что тут многие обращаются он говорит позорище позор 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 подождите молодой человек помолчите тогда я слышу вопрос скажите пожалуйста я жду в дежурную часть пройти уже 20 минут сколько месяцев сколько вам ждать не знаю а кто это решает там очередь или что объясните нам в дежурную часть попасть но в апреле у вас подполковника руки распускаются как сержант у вас что руки даны чтобы гражданам лежать или что все в подпол уважаемые подполковники нам бы собственно кому-нибудь из руководства если это вы то это печально если это не вы то позовите пожалуйста хорошо если кто-то сейчас находится здесь полицейский 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 я к вам обращаюсь я вроде нормально с вами разговариваю я вот не понимаю почему давай спрашивайтесь у меня в туалет там куда-нибудь почему вы молчите я не понимаю а я буду делать вид что вас не слышат полицейский ну вот собственно разница министерской полиции от главного управления внутренних дел по московской области вот разница с мытищинскими полицейскими и подполковниками как они себя ведут тут и как себя повели как бы в ведомствах повыше делайте выводы да ты не пристегнут так требует привлечь тонн смотри не ревня полицейский почему вы не пристегиваетесь скажите мне пожалуйста полицейский мы не будем на вас нападать противоправных действий совершать не будем просто сделаем вам обращение полицейский 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 по человечечке сами поговорите нормально по обращению там примите мы вас пропустим мы ж не звери вы понимаете мы ж не ваши как ваши коллеги поехали сай показывай пример сай сай открой окошко окошко открой Пойдем забыл застегнуться. Забыл, да? Да. Ну, е-мое. Кто там, капитан, да? Представили? Прапорщик. Прапор. А, прапор. Не присутся. Прапорщик. Платит, да? Да, он платит. Подержите его эмоционально. Молодец. Молодец, пристегивается. Встань, не врага. Дорого, вписал, не будете, я надеюсь. Ну, все, теперь нас еще можно туда завести, пожалуйста. Серьезно, не будете? Аккуратно. Аккуратно, что же вы? Не держите на сцеплении. Ну вот, видите, так и сразу надо было, господи. А давайте, может, он нас провезет, да и все. Вот, сейчас. Предполагай, что пристегивается, пристегивается. У него там стершка не работает. Он боится захвата машины, что ли? Только вудистый. Я же не вцепнул, никуда еще пока. Винуждаешь меня что-то сделать, да? Винуждаешь? Я не вцеплю. Идите, потом ждем другое место, товарищ. Включите маяки, пристегнитесь и проедете. Под кирпич просто нельзя без маяков ездить. Сегодня будет все по правилам. Да мы отойдем, только он маяки включит. Мы отойдем. Я же не... Это самое. Мы обещали, мы сделаем. А, что, ему не надо? Это начальник, короче, сотруд полиции. С чего с такого? Передите, вы идите, пристегнитесь и проедете. Кто сделал такую ошибку? Сделал вас? Проедите, пожалуйста. Вы на том месте хоть раз поднимитесь, скажите. Проедите. Проезжайте. Вы идите. Вы представь, руки. Э, представлю. Так, пойдем. Мы отойдем. Мы отойдем. Мы отойдем. Никто сюда не проходит. Не трогайте сюда. Да, меня не надо руками трогать. И меня не на то. Да пропусти, ладно. Пойдите туда. Так, кто? Я не отят. Почему машина не проезжает? Она уезжает. А, лазарай! Причем такой. Пропустите машину. А кто вы едете? У меня машина. Подпрыгните, пожалуйста. Печеньки привела. Ну, подпрыгните, пожалуйста. Ну, подпрыгните, пожалуйста. О, подпрыгните. А я думаю, что да. Вот на его. Вот на его. У вас есть какие-то к мне вопросы? У вас есть вопросы? Покиньте, пожалуйста. Да я не... Территория, пожалуйста. Какого перехода? Вы здесь руководитель? Нет, да. Мне дежурный вышел. И меня запустил. Для вашего. Дежурный. Войдемте. Да. Так, меня пропускают или нет? Я не пойду. Он отдельно не пойдет без меня. Вы же отлично понимаете. А, то есть, вы не пропускаете адвоката, да? Подойдите, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Заместитель начальника управления. Фамилия моя. Смешков Медий Сергеевич. Медий Сергеевич. Я имею право пройти со своим клиентом. Это ваш клиент. Покажите документу, что он ваше доверенное лицо. Вы его доверенное лицо, разу Богу. Я... Пожалуйста. Ваше соглашение между другим есть? Соглашение? Подожди, стоп! Помолчите! Ну-ка, не лезьте в это дело. Скажите, пожалуйста. Вам необходимо соглашение? Мне необходимо соглашение. Вы проходите вместе. Постояните. Да, да. Пойдемте вместе со мной. Проходите. Подождите. Соглашение вам надо или нет? Не надо мне. Пойдемте проходить. Не надо? Вы вместе проходите. Подождите, а зачем вы меня отпустите? Можете пройти? Если вы хотите, проходите. Я обязан. Вы будете писать заявление? Все вопросы будут. Я ещё раз вам задаю. Он будет писать заявление? Всё, пойдёмте. Так, а свидетели со мной? Нет, свидетели мы потом допросим. А потом, да? Смититель начальника! С праздником вас! Смититель начальника! Говорит, что запрещена видеосъёмка, сам говорит своими подчинёнными. Снимай, пожалуйста. Мужчина, мужчина, не-не-не, смотрите, 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 что там. Там кирпич. Туда нельзя ехать, это лишение. Это преступник уголовного розыска? Не знаю. Это служебный автомобиль. По области АМР раздают номера сотрудникам полиции. Всё, говорят, сегодня здесь не парфил, всё пошло. Там внутри мало валяется, а тут полно. Правильно, они там стоят и сюда скидают. Это наш домик, здесь порядок, а здесь пускай все сдохнут. Вы накидали окурок, да? Мы вообще не курим. Зачем вы окурок накидали? Ребята, не кидайте окурок. Зачем вы окурок накидали? У тебя фамилия Неверясов? Нет? Братан твой, что ли? Вообще. Ты сейчас задержи меня. Полицейские, вы знаете, что клевета из-за представителей исполнительной власти является преступлением, а? Да. Нет? Мы властем в заблуждение. Нет, пускай, если не докажут, что это мы накидали, значит, преступник. Да? У нас тут... Вернись сюда, мальчик. Мальчик, ты слышишь вообще или нет? Вот же ж. Мальчик справа который. Акурок. А чего и курок? Мальчик, акурок? Вам всем нужно в театральные тяги, а не в полицию. Правильно, смотри, смотри, послал в Кунуру. Молодец. Хозяин послал в Кунуру. Молодец, да. Он понимает, что... Ребят, ну вы хоть очевидно-то не врите, но очевидно. Ларис, перчатка есть? Ларис? Не пристёгнутый. Ларис, перчатка есть? Не пристёгнутый. Хорошо. Ай, бэмбэр, тоже не тонкий. А чего вы не сейчас идёшь? Пошли. Десять. Уезжайте. Пристегнись только сначала. Вот почему они этот вид делают, да? Такие уезжают, уезжают. А так-то обычно ездят. Да, то есть ты за осмотр, а они все так заезжают спокойно. А руки, плакать, если вам только перенадить. Сегодня парковаться нельзя. А, по моей просьбе в экватор приехал. И гаишник. Я им звонил. Да, я им звонил. О! Под знаком 327, ребят, сейчас будут. Ха-ха-ха. Машины. Утягивать. Как всегда получается, что ГИБДД выполняет свои обязанности. Да, хоть они ведут себя иногда не адекватно, но более грамотно, чем вот это. Для меня это... Моё мнение, что это просто стадо парадных. Чё там происходит? Да это похвалиться, короче, не пускает людей. По одному горе здесь не Макдональдс. Да, ты, видишь? Зачем они снимают? Смотри, да, ты, смотри, приблизь. Смотри, у него сидит. Ну, что, по-моему. У меня вообще глаза. Глаза ходит. Вот, ребят, Рамсы, это замначальник там. А, и смотри, снимает. Замначальник. Вот, держатель. Нет. А кто это решает? Почему мне нельзя зайти? Всё. Всё, хорошо. Вы можете. Вы можете. Хорошо. Вам никто не отказывает. Продолжение следует. Рамсы, где ты? Откуда ты эту чушь взял? Блин. Что за чушь он несёт, а? Нам бесполезно здесь находиться. Заявляйте, а что за ересь такая? Это днищевая, это ловить. Я, который разрешает, разрешает заявление писать. Ну, вот, сначала ты, потом объяснение дашь, а потом другого, а потом ещё чё. Всё, давайте. Ну, раз вы не хотите писать за ересь, идите. Раз не хотите писать, раз не хотите писать. Раз не хотите писать, да. Вот за вас написали. Ну, вот, если уходи. Мы ещё как написали. Вот если бы вы хотели слушать, вы бы слушать. Вы зачем? Дайте пройти. Дайте пройти. Дайте пройти. Да вот проходите. Да что вы? Ха-ха-ха. Мы дома. Позор. Мы в своей стране. Позор. Мы оплатили. Я с дорогим теперь иду. Я его адвокат. Идёмте. Нам талон получим. Второй талон, заходи. Не надо мне отходить. Второй талон. Давайте тогда. В общем, здесь смысла нет. За талону мы идём. Они слишком больные. Другой заявитель. Что там были, вам туда нельзя больше. Вообще дичь какая-то. Не-не, это всё приказы, понимаешь? Люди не дают в себя отчёт. Праздником вас люди уже поздравляют, блин. С наступающим. Тысяча человек на вас смотрит уже почти. Это день дурака, что ли? Нет, ты понимаешь, что здесь вот человек, у которого глаза бегают, как бегали тогда у Моховой, да? Я не уверен, это нужно у людей. Паш, где Паш-то? Я-я. Ты чувствовал запах от него алкоголя? От всех. Там туда заходит, там уже всё воняет. Что там, алкоголем воняет? В принципе, можно вызывать. Беззаконим и алкоголем. То есть можно, в принципе, вызывать сейчас как бы эту команду помощи, команда Агуфи, приезжает Верясов и Дубровин. Да, и все задерживают, конечно, нас медосвидеть. Просто кладёт на землю. На медосвидеть сначала лицом по асфальту, а потом на медосвидеть. Как у них положено. В смысле? Ребят, мы сейчас находимся возле мытищиц, особо охраняемого объекта. У нас здесь вот тут на работе. Смотрите, на том, видите, кнопочки, там все дела. Мы сюда точно никак не попадём. Точно никак не попадём. Ваши никак не попадём, ребят. А подполковнику смешно, да? Или не смешно всё-таки? Мы их закроем, а то они боятся. Да. Скажите, пожалуйста, каучка, произошла в дождении телефона. У вас? А вы кто? Дознаватель. Ага. Сейчас. Заводите. Нет, сейчас эксперты уже поедут. Я вам ещё раз спрашиваю, можете назвать? Кто предъявляет требования? Вы предъявляет требования, сейчас на дальний момент. Ну что вы? Вы сейчас... Вы спрашиваете. Я требования предъявляю? Какие? Я же могу требовать, я же не сотрудник полиции. Вот этому человеку скажите тогда. Ну назовите фамилию. Ну что в самом деле-то, а? Ну я вас не бью. Слушай, ты подушок-то у них кто-то не достает. Ну никто, почему он не предпускает? Вы что, боитесь представляться, что ли, или как? Ему ещё рога, по-своему, реально. У него взгляд ужасный. Не мешайте человеку работать. Журналист работает. Вы являет коррупционеров, оборотней погоны. Причём не выясняется. Не мешайте вы... Вы относитесь к оборотней. Так вы требования предъявляете? Вы сотрудник полиции, или вы кто? Не мешайте ему работать. Послушайте, у меня есть руководство, которое... Я здесь послан для охраны общественного порядка. Так вы скажите, кто вы? Я не имею права, чтобы пускать людей. Я не обязываю вам предоставляться. Я к вам не обращался. Вы полицейские. Пятая часть. Пятая статья. Мы хотим обратиться. Ко мне обращайте. Что вы применяете? Я не могу по телефону. Саша, ну отстаньте от него. Я сейчас препятствую. Кому я препятствую? Саша, я блин, как тебя зовут? Чтоб я знал, что ты полицейский. Бери руки от меня. Гражданин, который платит тебе налоги, зарплату. Бери руки от меня. Поехали. Опять дорогого крутят. Опять забрали. Позвоним в дежурку. Плитесник. 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 Это мое иммущество. Плитесник. Плитесник, отвкройте, пожалуйста. Я пойду со своей битой. Я пришел. Я по своей воле вышел. Я по своей воле захожу. Звоните. Сообщайте. Что я хочу подойти. В общем, следственные действия закончены. Виновные понесут наказание. Продолжение следует... Продолжение следует...